Всем привет! Сегодня у меня крыбль на сгущёнке. Это сладкий крыбль, я покажу свой рецепт. Для этого нам нужно 500 миллилитров йогурта или кефира. Можно его заранее подогреть, я его не подогревала, прям с холодильника или оставить на столе, чтобы он тёплый был. 500 миллилитров, 100 грамм крэм фрейш, это сметана 30-процентная, я её не взвешиваю, беру пол баночки. 350 грамм сгущённое молоко, 3 яйца, пол чайной ложечки соли, соль нужно всегда класть, если сладкое делаете, чуть-чуть соли нужно всегда класть. И два пакетика разрыхлителя, один пакетик 15 грамм. Разрыхлитель я всегда просеиваю, потому что он бывает комочный, но для начала мы всё перемешаем, чтобы всё хорошо у нас размешалось. Теперь я просеиваю сюда разрыхлитель, разрыхлитель я всегда просеиваю, потому что он бывает комочками и она потом горчит. Всё, теперь нам нужно это всё ещё раз размешать. Сюда добавляем муку, муку я уже один раз просеяла, муку нужно всегда просеивать, здесь у меня килограмм муки, я сейчас добавлю сколько надо, я остальное взвешиваю и скажу сколько я расходовала муки. У нас масса начинает вот так пениться. Это она прям пена. Муку добавляем по чуть-чуть, чтобы оно не было сильно тесто крутым. Ну и расплываться оно тоже тесто не должно, оно должно держать форму. Всё, теперь мы вымешаем тесто. И дадим ему полежать. Тесто у меня полежало 1 час и нам нужно его ещё раз обмять. Отрезаем кусочек теста. И нам нужно его раскатать. Тесто чуть-чуть липнет к рукам. Раскатываем как обычно на крыль. Добавляем столк. Возьмем скуль. Выберем. Немножко. Я беру. Тесто на крыль. Немножко. Я беру. Все тесто раскатали, теперь разрезаем его на полоски, делаем прорез, разрез. И выворачиваем, муку можно стряхнуть и нужно стряхнуть, чтоб при жарке у нас в масле меньше муки было. Опускаем кусочек теста, если оно сразу поднимется, значит масло достаточно нагрелось, когда наш кусочек сплыл, значит мы можем опускать наш икреп. Вот, пока немножко кусочек нагрелся. И пекём до желаемого цвета, вот наш кусочек. Всё, вылавливаем наш икреп, выкладываем на салфетку. Вот у меня получилось 28 гребель, я взяла тесто чуть больше половины и вот такая вот чашка у меня получилась сладких кребель на сгущёнке. Сейчас покажу в разломе, вот так они в разломе. Если вам понравился мой рецепт, готовьте на здоровье, всем пока!